Всем привет, это канал EuroGames. В этом видео я продемонстрирую выполнение испытаний личное прощание и суши а-ля Хон Цю. Для их выполнения я воспользуюсь уловками смены внешности и в поисках острых ощущений. Начну я с подготовки к убийству Эриха Содерса. Словия выполнения испытаний личное прощание засекречены, но как можно догадаться из картинки, выполнить его надо в собственной маскировке, используя пистолет с глушителем. Чтобы забрать пистолет и добраться до Эриха Содерса в этой маскировке, я воспользуюсь уловкой смены внешности, которая заключается в том, что нужно сходить на осмотр к врачу. Сделать это можно, заполучив маскировку Джейсона Портмана. Это один из элитных пациентов в клинике Гамма, который прибыл сюда, чтобы сделать пластическую операцию и стать похожим на Хельмута Крюгера. Самое подходящее место, где можно перехватить этого пациента, это уборная, но приходит он туда лишь спустя 5 минут после начала миссии. Поэтому использую ножницы и перехватываю его на выходе из номера. Переодеваюсь с Джейсоном Портмана, таким образом выполняется открытие новое лицо. Забираю кочергу и статуэтку, кочергой подпираю дверь, чтобы она не закрылась, и направляюсь в медицинский центр. Спустя некоторое время после того, как вы сменили маскировку, по громкоговорителю сообщается о том, что Джейсон Портман может пройти на осмотр к врачу в сопровождении доктора. Доктора не дожидаюсь и бегу на осмотр сам. По пути подпираю дверь, ведущую в зимний сад. Готово. И теперь надо проследовать на второй этаж на осмотр к хирургу. Хирург будет восхищен результатом проведенной операции, как ему кажется, поскольку он не знает, что вместо Джейсона Портмана перед ним агент 47, который, как две капли воды, похож на Хельмуда Крюгера. И пока доктор будет радоваться своим достижениям, его можно будет нейтрализовать. При этом из комнаты выходит телохранитель. Нужно быть внимательным, чтобы вас не заметили врачи в соседнем кабинете. Пробаю доктора, пакую его тело в шкаф и переодеваюсь к хирургам. В этой маскировке будет доступно отделение хирургии. Ну, для начала я заберу пистолет из тайника, спрятал его в туалете. Этот тайник становится доступным по достижению девятого уровня мастерства. Так, забираем пистолет. И направляюсь к тамбуру, который ведет в хирургическое отделение. Достаю ножницы и блокирую дверь, которая ведет непосредственно в операционный зал. Обращаем внимание на возмущение охранников. Далее я спускаюсь на первый этаж, в отделение морга, где находится устройство записи с камер видеонаблюдения, уничтожая его. Поскольку на камеру я еще попадусь. И дальше по служебным помещениям направляюсь обратно к номеру Джейсона Портмана, чтобы забрать свою маскировку. Собираем все, что мы видим по пути. Кто знает, что нам может пригодиться из этого. В этой маскировке здесь можно находиться, но есть несколько человек, которые ее раскрывают, поэтому будьте внимательны. Итак, возвращаясь обратно в номер Джейсона Портмана, переодеваясь снова в свой костюм. И теперь направляюсь к Эриху Содерсу. Благодаря тому, что я подпер дверь из коридора в зимний сад, я смогу очень быстро попасть в медицинский центр. Собираю бюст, возможно он мне также еще пригодится. И теперь направляюсь на лестницу. Аккуратно проскакиваю мимо, открывая дверь. Делаю так, чтобы не привлечь внимание охранников, которые находятся в тамбуре. Наставив пистолет и выцеливаю голову Эриха Содерса. Точный выстрел, который никто не слышал и не видел. Невероятно, но это считается как незамеченное убийство. Видимо, пулю в голове у Содерса никто не замечает. Ну что же, так выполняется испытание личное прощание. А я направляюсь в суши-бар, чтобы заняться убийством Юки Ямадзаки. Для волнения испытания суши а-ля Хансу, нужно подать суши, отравленные ядом рыбы-фугу. Рыбу можно найти на кухне. Здесь можно просто наглую пробежать мимо поваров. Использую знакомый же прием. И отвлекаю внимание двух поваров. Для того, чтобы разделать рыбу-фугу, необходим кухонный нож, который можно найти здесь же. Убираю ножик и прохожу в морозильную камеру. Прошим рыбку и забираем из нее яд. Далее нужно запастись маскировкой повара. Делаю это, привлекая внимание одного из них, бросив кухонный нож на пол. Снимаем удобное положение и усмиряем поваренка. Неудачно он лег прямо в дверном проеме, так что тело лучше оттащить. Готово. Эту маскировку распознает его коллега, поэтому аккуратно проходим мимо. Контролирую еще одного повара, который находится возле барной стойки, поскольку он также раскрывает эту маскировку. И аккуратно направляюсь к стойке суши. А вот как раз и Юки Ямадзаки. Если бы я не убил Содерса, то сейчас бы она находилась в зимнем саду и общалась бы с директором. После того, как я убил Содерса, директора вызвали в медицинский центр, и их встреча не состоялась. Как видим, наш напарник говорит Юки Ямадзаки, что, к сожалению, он не может ей предоставить желаемое блюдо из рыбы фугу, поскольку недавно отравился один из пациентов. Но мы-то знаем, что в кулинарии, для того, чтобы выполнить испытания в суши а-ля Хонсю, нужно сначала отравить ингредиенты, из которых делается суши, и затем сделать сами суши. Как видим, Юки Ямадзаки очень довольна тем, чем мы ее угостили, передает свое восхищение шеф-повару, но недолго длится ее радость. Яд начинает действовать, и Юки Ямадзаки умирает. Как выполняется испытание суши а-ля Хонсю. А я направляюсь на вертолетную площадку, чтобы покинуть миссию, и выполнить тем самым открытие к взлету готов. Ну а на этом все, спасибо, что смотрели, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. Желаю вам удачи, агенты! Субтитры создавал DimaTorzok